Друзья, всем привет из Сочи! Сегодня 3 апреля 2021 год, суббота, время 12 часов дня. Разберем сегодня как минимум один матч Арсенала-Ливерпуль. Предварительно я посмотрел под новогоднюю подоплеку этого матча. Но прежде чем я приступлю к аналитике и расскажу свое видение, я хотел бы обратить ваше внимание на такой новый ресурс, который разработали в Москве, в Москва-Сити, наша российская компания. Я считаю, что надо поддерживать наших российских производителей, что мы все время смотрим на Запада. Нет, у нас есть замечательные, прекрасные, самые лучшие в мире наши программисты, разработчики. И вот они на меня вышли и предложили с ними поработать. Почему бы нет? Вы знаете, какой я патриот? Я всегда только за наше, за русское, за российское. Не важно, это может быть и Татарстан, и Башкирия, и Якутия, все что угодно. Чечня, например. Ради Бога. Итак, о чем идет речь? Расширение называется Бэтмакс. Это расширение является инструментом для сравнения коэффициентов на те или иные события в лаве, которые может сравнивать одновременно до 55 букмекерских контор. Вот на данный момент это расширение Бэтмакс, оно бесплатное, сразу скажу, оно бесплатное абсолютно для России и для СНГ. На Западе оно будет платное. То есть вы его скачиваете бесплатно, совершенно пользуетесь, и видите, значит, какая контора дает наилучший, наибольший коэффициент на то или иное событие. Вы меня спросите, сколько видов спорта? Я вам отвечу, 13 видов спорта доступно. Я считаю, что это просто шикарно. Теперь по типам ставок. По каждому виду спорта их разное количество, по понятным причинам. Максимально до 22 типов ставок в этом расширении вы можете найти с поддержкой. Тут можно упомянуть основные типы ставок. Это победы, форы, тоталы, индивидуальный тотал. Это, конечно, лучше как-то... Ну, заиграть в лаве, конечно, да. Ясно, что Бэтмакс поддерживает основные виды спорта, такие как футбол, хоккей и основные типы ставок. Также есть поддержка киберспорта, кстати говоря, бейсбола и гандбола. Что касается прематча, прематча. На данный момент подключено 15 контор, то есть... Бэтмакс освещает до 15 контор, сравнивает в предматчевом, значит... обзоре. Хочу сразу сказать, что Бэтмакс это новое расширение, оно будет развиваться, расширяться и так далее. Очень хорошая тут интерактивная поддержка идет от Бэтмакса. Они быстро реагируют на каждый комментарий, на письмо и обращение, быстро отвечают и реагируют. Решают все вопросы. Также есть такая функция, как кнопка наиболее выгодного коэффициента. То есть, ты нажимаешь на эту кнопку, на эту функцию и уже у тебя добавляется сразу событие с наилучшим коэффициентом в лучшей конторе. Ну вот как бы так. Я считаю, нормально. Я сам тоже буду пользоваться, конечно, почему бы и нет. Значит, что касается Арсенала Ливерпуля. Значит, почему выбрал этот матч? Во-первых, он идет сегодня у нас в последнем расписании. Мы знаем, что по нашей стратегии, вот кто-то, кто меня давно смотрит, мы играем и заигрываем это так, что, например, есть сегодня 3-4 матча в Англии, и мы ждем окончания всех предыдущих, прежде чем грузить на последний, а именно на Арсенал Ливерпуль. Итак, сегодня 4 матча. Челси Вестбромич, Лидс Шеффилд, Лестер Манчестер Сити и Арсенал Ливерпуль. Лестер я сделаю позже. Что касается, значит, Арсенала Ливерпуля, я думаю, что Арсенал здесь победит в этом матче. Почему? Ответ очень простой. Ливерпуль через 3 дня играет с Риал Мадридом. Вот и все. А Арсенал играет только, значит, 8-го числа со слави. То есть, во вторник играет Ливерпуль, Арсенал играет в четверг. У Арсенала больше времени. И, значит, на восстановление будет. И Арсенал как-то, значит, соответственно, играет дома. Теперь остается посмотреть вообще статистику, как они играют между собой. Какая у них история, значит, противостояния. Во-первых, 6 человек основного состава играть у Ливерпуля не будет. Я просто их назову. Ван Дейк, Гомес, Келехер, Матип, Риги и Хендерсон. Ну, довольно-таки ощутимые потери. На победу Арсенала дают троечку, на победу Ливерпуля дают 2-40. Конечно, надо посмотреть таблицу. Команда, обе команды лихорадят. Мы понимаем, что Ливерпуль после того, как выиграл Лигу Чемпионов, потом как бы потерял мотивацию. Они выиграли чемпионат, выиграли Лигу Чемпионов и на этом успокоились. Я думаю, что амбиции Клопа на этом, в общем-то, исчерпаны. Мне кажется, ему уже неинтересно. Значит, Ливерпуль идет на седьмом месте, Арсенал на девятом. А мы помним, что Ливерпуль совсем недавно в тройке лидеров находился. Так, не будем забалтывать сильно много. Арсенал вообще... Ну, это не его место, это понятно. Арсенал здесь должен побеждать, возвращаться, значит, куда-то в шестерку, в семерку. Мы знаем, что от Англии самое большое представительство в европейских кубках. Рейтинг самый высокий у них, поэтому за счет этого. Итак, Ливерпуль. Значит, Арсенал дома в этом году в 14 матчах только 6 побед. Очень мало. 5 поражений, 3 ничьих. И у Арсенала идет четкая, значит, тенденция. Значит, победа, ничья, победа, поражения, победа. И сейчас у него очередь уже не победы, а чего-то другого. Может быть, ничья будет. Но я склоняюсь все-таки к тому, что Арсенал должен брать очки. Теперь Ливерпуль в гостях в этом сезоне. Ну, тоже плоховато. Тоже 6 побед всего на выезде в 14. 5 ничьих, 3 поражения. И теперь смотрим, а как же все-таки они в Лондоне играют. Все-таки Лондон это Арсенал, а Ливерпуль это другой город. Вот. И они играют так. 1-1, 2-1, 1-1, 3-3, 3-4. То есть у них постоянно проходят обе забьют. Обе забьют, обе забьют. Вот такие вот результаты. Последний раз у Зене проходило 5 матчей назад. Потом опять 4-1, 2-1, 2-0, 2-2, 0-2. Хорошо, сколько из пяти последних выиграл Ливерпуль? Только один. И в 16-м году это было 4-3. Вот. Поэтому моя установка на этот матч... Да, кстати, последняя игра, вот 2-1, это был Суперкубок. У них 29 августа Суперкубок, видимо, Англии, да? Вот. И в дополнительное время Арсенал их обыграл. Вот. В идеале я здесь вижу счет 2-1. Почему? Потому что много голов я тут не вижу. Как бы обе команды все-таки должны отметиться забитыми голами. И Арсенал не должен проиграть. По этому счету 1-1, 2-1, вряд ли 1-0, потому что что такое Англия? Мы знаем, что Англия это 2-3 гола в матче и обе забьют нет. Но так как это Ливерпуль, то, в общем-то, Ливерпуль должен тоже забивать свой голешник. Все-таки Салах в строю, да? И так далее. Но есть кому забивать. Вот я смотрю, последние матчи на выезде Ливерпуль, в 8 последних он неизменно забивал. Не забивал последний раз Ливерпуль в гостях Саутгемптону. 4 января проиграли 1-0. И Нью-Касл вот 0-0 сыграли. И перед этим опять пошло там 10 матчей подряд забивом. Значит, ну поняли, да? Значит, обе забьют. Арсенал победы. Счет 2-1. Что еще вам сказать? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Добавляйтесь ко мне в группу. Значит, Лесенка у нас вчера опять зашла, все 4 ставки. Мы вчера брали хоккей, ЦСКА, СКА. Я сказал, ЦСКА не проиграй, тотал 5 меньше. Потом позвонил Миша из моей группы и сказал, Сергей, по-моему, в этом матче я беру ЦСКА больше 4,5 или 3,5 индивидуальный тотал. Я говорю, Миша, это прекрасная мысль. Я говорю, давай я возьму 1,5. Мы вот взяли, короче, мы 1,5 больше ЦСКА. Я говорю, ну сначала брать не будем, потому что вначале давали 1,37. Я говорю, давайте подождем, вырастет коэффициент до 1,60. Коэффициент вырос до 1,60, дальше помните. Значит, мы берем ЦСКА 1,5 больше и тут же ЦСКА забивает 2 гола дуплетом. То есть, перед матчем были ставки мне такие. ЦСКА не проиграет 1,30, по-моему. ЦСКА с форой победы 1,45. Потом тотал 5 с полной меньше за 1,25 или 1,30. Короче, все зашло. И это тоже за 1,60. Вот так вот мы играем. Ну, баскетбол я рассказываю вчера не буду. Вчера практически везде был во всех этих обмен четвертями. По первой, по второй. И вчера вот 5 матчей Евролиги Улеп в 5 матчах во всех. В третьей четверти было меньше 42. 42, по-моему, вот Химки набрали, если не ошибаюсь, с Вербаном или кто-то. Нет, Химки с ЦСКА играл, а Зенит с Вербаном. Вот тут из них 42, а остальные меньше. Почему вчера в баскетбол еще не полезли? Было понятно, что ЦСКА хлопнет и Зенит хлопнет. Хоккей в это время шел, понимаете? Вот в чем дело. И у Зенита, что вот интересно, уникальный случай, у Зенита все 4 четверти больше 20. Это бывает очень редко, понимаете? Поэтому футбол, баскетбол и хоккей только у меня. Три вида спорта, только у меня есть группа в WhatsApp. Всех приглашаю в группу. Добавляйте, спешите и давайте играть все вместе так интереснее. И вместе мы обыграем букмекеров. Банк у нас вырос с 2500 до 4200 рублей сейчас составляет. Вот как бы такой банк группы, не знаю, как это называть. То есть я ставлю 50 рублей, 100 рублей. Объясняю, почему. Масштабировать не должно быть. Потому что можно было просто поставить ставку ЦСКА победы. Но это одна ставка. Нам нужно больше ставок, чтобы понимать, какие ставки заходят, какие не заходят. Для статистического накопления вот этого. Чтобы было потом что анализировать. Потому что если у вас будет 20 ставок, вам нечего анализировать. Если вы сделаете 200 ставок, вы понимаете, что там рои, вы будете потом считать свои, да. И коэффициенты, вы будете понимать, вы будете видеть, что заходит, что не заходит. Поэтому просто вы добавляйтесь в группу, следите за нашей лесенкой. Вот 4 ставки поставил по 50 рублей. Почему? Потому что можно, конечно, было бы по 500, если бы группа проголосовала. Но нужно набрать какое-то количество голосов. Поэтому вы просто ставите 5000, 10 тысяч. Сколько хотите, столько ставьте. Повторяя нашу лесенку. Вот и все. Вот почти в два раза выросла она за сколько? Ну, две недели мы, по-моему, играем. За две недели. Ну, не в два, но на 70% выросла. Если бы вы играли бы с нами, стали бы другие суммы, да, соответственно, вы бы уже обогатились. Поэтому добавляйтесь, пишите на WhatsApp. 250 рублей и вперед. И абонентская плата 200 рублей в месяц. Всем привет из Сочи. Удачи!